И снова привет! Витаем вас у шоу Open Space из Кава и НС Кафе Траводном. И сегодня, как всегда, будет купа цикавинок Тависалышев, адже с вами Артур Яворский. Я Никита Добрынин, а вот Ира чемпион сегодня прогуливает. Ну, дело в том, что, если честно, мы сказали, что съемки сегодня проходят в Кировограде. Вот она и отправилась. А мы сегодня в прекрасной компании. Будем весь эфир Open Space. Адже сегодня у нас в гостях, до нас на каву завитала найсексуальнейшая та найпросунутейшая спевачка Украины Алоэс. Да, вот как мы тебе. Приветики. Ты согласна? Алло, я сразу хочу спросить. Я подумаю об этом. Как правильно сказать Алоэс или Алоэс? Ну, вообще-то, я тоже не думала над этим глубоко и над этим вопросом. Но я думаю, что Алоэс, да. Потому что если Алоэс, то вот как-то не закончено. Алоэс, иск откуда? Из Алоэс. Ладно, как тебя друзей называют? Алло. Алло. Алло, алло, алло. Тебе всипает на правду. Да, каждый раз на улице. Алло, 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 алло. Сегодня в программе зерки номинают инвентар МТВ. Артур Яворский таки забрався у Лишко до Алоэс. Кучерява таберната, тугеза назавжди. Ты сегодня как-то так вот настроена, я смотрю, воинственно пришла к нам, вот с крестом, знаешь, чтобы мы сразу вот злые духи от тебя подальше держались. Неправда, я очень мирная, просто так случилось, что я сегодня в образе Гута. Просто это стайл. Это даже не стайл, это настроение такое. Просто прекрасный стилист мне перед съемкой принес много разных цветных блузок, платьев там всяких. Я сказала, вот это с крестом, пожалуйста. Ты начинаешь пиратевать окремо вид горчицы. Как тебе в роли сольной спивачки? Необычно, честно говоря. Я это решение приняла еще год назад, если быть честной. И ты держала в тайне, да, никому не говорила? Не то, что я держала в тайне, об этом уже... Я знаю, что ты в Року напротив. Да, я уже об этом... Ну, это все потому, что вы живете вместе, а я-то не знал. Я тоже не знала, что мы живем вместе. Никто, наверное, не верил, что я все-таки уйду, и я, наверное, сама до конца не верила, что я это смогу сделать, но мне очень хотелось, и мне работает очень интересно и очень необычно, потому что много чего я делаю теперь сама, то те решения, которые за меня принимали другие люди, и я с этим решением была часто не согласна. Вот, например, что тебе предлагали, от чего ты отказывалась? Наоборот было. Я предлагала что-то там по клипам, вот. Но какие-то рабочие моменты просто у нас... Они говорили, просто это отстой, это не подходит? Ты вообще, ты певица, и пой. И пой, да. Слушай, очень интересно, а как отреагировала вся твоя группа? Огорчится на твой уход? Все радовались, праздновали, или огорчились, и вот уже... Истерика! ...которые месяц в трауре? Нет, они нашли прекрасную вокалистку молодую. Тебе это не обидело, что вот так вот сразу? Может, они и два года назад уже планировали поменять? Не обидела, я же сама приняла это решение, чтобы... Ну, это к лучшему, на самом деле, потому что, ну, и горчица же осталась. У них главный козырь – это хорошая музыка, она от них никуда не денется. А у меня главный козырь был вокал, который из меня пока еще тоже никуда не делся. А вот эта новая солистка горчицы, ты с ней лично знакома? Мы познакомились на последнем концерте горчицы, который был вместе, вот. И очень даже нашли общий язык. Не было какой-то такой напруги в повитряне весело? Ну, наверное, была немного, да, такая, типа, а что там у нас, что там, а она, что там? Но я думаю, что она больше переживала, чем ты. Расскажи, чем будет отличаться новая Алоиз от экс-Алоиз? Ну, на самом деле, не очень, не многим. Но, например, когда я писала песню для горчицы, я поняла, что я пишу песню для группы, которая должна быть объединена одной идеей какой-то. Ну, вот и песни там были, там, про дружбу, про, там, смысл какой-то, еще что-то. А в своей сольной карьере я уже могу позволить себе какую-то интимную лирику такую женскую. Слушай, да, про интим. Расскажи нам про свой интим. Вот если ты сейчас вот сольно поешь, все же внимание сразу падает не на группу, а вот лично на тебя. Как у тебя с личной жизнью? Складывается ли все хорошо? Это, это, это почти предложение, чтобы ты понимала, тут полно кандидатов, ну. Долго она не продержит, ты все равно. Я молчу. Не, мы на чё, 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 мы на чё? Ну вот, а твоей второй половинки? Да. А когда вы узнаете, можно я узнаю, кто это? Что-что? Кстати, я не знаю, у меня нет второй половинки на самом деле. Нету? К нам приходило два чувака, которые говорили, что они с тобой встречаются. На эфир сюда. А вы меня разводите! Да не разводим, серьезно! Один из них даже говорил, что он подарил тебе машину, вот, которую мы сегодня... А, конечно! Правда! Никита просто водаебажно задействовала. Это был вин, и партий раз, и драйй раз. Никита, все, расслабься, все нормально, она сама, это было предложение. Я не то, что вы, нет, я не сама, но у меня, как у любой певицы, которой надо писать песни, у меня какая-то сумбурная, неблагополучная личная жизнь, которая повторяет саму себя. Это до периода времени, я тебе обещаю... Я очень хочу сына родить. Это она посмотрела на тебя. Я хочу такого сына, да, да, да. Или такого сына. Взросленького сына. А, на здоровье. Недавно были съемки первого клипа, співачки Алоиз. Ви можете поки подивиться, как это все происходило, потому что мы, как всегда, попознавали и снимали. Сейчас вы узнаете, как происходили съемки, а мы тем временем пересунуемся до лаунж-зона. Мы находимся біля королевского номера в край дорогущего готелю, где экс-вокалістка Гарчица, а теперь незалежная співачка Алоиз, снимает свой первый клип. Давайте подивимось. Музыка Признайся нам, сколько, у сколько обходится заразняти достойный, классный и квалитий клип. Мне что-то зараз подсказывают, но я не понимаю, что это за жест был. Я не вижу. Или это озвучивали наказание для меня, если я озвучу цифру, или набрать цифру озвучивали, я просто не понимаю. Насправді так и есть, это компрометирующее задание, майже никто на него честно не отвечает, но, принаймні, реакцию мы твою зазняли. Класс, можно я заначу я тут сегодня? Мы снимаем, вы снимаете, да и мы тоже снимаем на очень дорогие локации. Скажи, пожалуйста, сколько, в какую копейку сейчас обходится продакшн, качественного, квалитий клипы? Я говорю, это не ко мне, это клей был. Ты что, не можешь прикинути в голове, порахувати, или что? Я могу порахувати в голове, или что? Но я не знаю. Ну, прикиньте, это очень дорого, это медиум дорого, или это чип? Это дох**. Привет, это Алоиз, эксклюзивно для MTV Украины. Та-дам! Всем еще раз привет, вы смотрите Open Space на MTV. У нас сегодня в гостях шикарная сексапильная блондинка с красивым голосом. И с не менее красивым именем Алоиз. Алоиз, привет, мы снова рады тебя приветствовать в нашей студии. Алоиз, до речи, про твое имя. Так. Вже, оскільки ты сталася, как незалежная, так бы мовити, артистичная одиница, это имя, оно додалее, частейше будет лунати на устах, на слуху. И нам хотелось бы больше узнать о нем, откуда оно взялося. Я взяла его еще, наверное, в детстве, как псевдоним, в честь писателя Алоиза Ирасика. Это чешский писатель. Я, к сожалению, не читала его книги. А у тебя есть чешские корни? Нету. У меня есть только чешки. Чешки, да. И ты вот так вот прочитала и решила себя назвать, да? Так я даже не прочитала эту книгу, мне просто понравилось это имя, которое созвучно с моим настоящим именем мало. Вот, но мне все говорят, что я должна почитать его, потому что он писал где-то на грани с абсурдом. Это как раз то, что я очень люблю. Да, вот оказывается, имя мужское у Алоиз. Кстати. И говорят, что вот в характере твоем, вот сотрудники твои, и вообще фанаты говорят, что достаточно много... И те два бойфренда, которые приходили, тоже говорили. Да, да, да. Много мужских черт характеров тебе. Чаеки с таким. Это правда? Вот ты чувствуешь в себе вот какую-то такую вот мужскую часть? Нет, что вы, человек, который сам носит шины и вкручивает лампочки, я думаю, что у меня нет никакого вообще мужского даже намека на мужскую сущность. Но все-таки некоторые говорят, что ты вот такая мужественная, даже вот на сцене, как настоящий мужик, только усов не хватает. Круто! И еще чего-то не хватает, я знаю, что... Давай так. Хватит этой кожной юбки, да? Я предлагаю сейчас... Как минимум усы, пускай будут лампы. Класс! Вот как будет выглядеть Алоиз в мужском образе? А куда их надо цеплять? А ты закрой глаза! Хорошо. Сейчас мы... Ну все, теперь родители точно откажутся от меня. Теперь у тебя есть сын! Я тебе больше скажу. Все? Да, можно открывать глаза и покажи зрителям MTV. Но, честно говоря, не хотелось бы. Не знаю, пусть она висит здесь вот. Алоиз! Наверное, ты все равно навтрачаешь своей женочности и маешь просто роскошные воли. Ну, теперь я буду получать двое больше писем от лесбиянок. А что, я такие тропаемые, да? Правда? А что писали? Ну, они почему-то думают, что я тоже принадлежу к их числу. Я очень уважаю их выбор. Сотчерестки и псевдоним наполнен, что... Может быть, да. Но я, честно говоря, не чувствую страсти в этом направлении пока. Но еще пару разочарований в личной жизни, и я думаю, что я уже буду готова. Слушай, после сегодняшней программы, когда два мужика с тобой сидят рядом, какие разочарования, Алоиз! Шикарная Алоиз у нас сегодня в Open Space, но то, как она круто выглядит на сцене, сейчас вы сами увидите! Алоиз из горчицы начинает выступать сольно, и сегодня она презентует свой дебютный сингл. Расскажи, Алоиз, как ты себя чувствуешь уже в роли вот сольной исполнительницы на сцене? Я чувствую себя Ириной Аллегровой. А вот как тебе сегодняшнее выступление? Тебе все понравилось? Это же твой первый выход. Ну, я не могу сказать, понравилось или нет, потому что меня-то в зале не было, я была на сцене, а я когда на сцене, я просто в экстазии всегда. Как оцениваешь выступление, которое вот сейчас именно на сцене мы видим? Ну, мне нравится. Я сижу почти прямо возле сцены, за столиком. У нас большая компания, Джамала пришла тоже вместе с нами поддержать. Нам нравится. Как оценишь первое выступление Алоиз? Ну, мне немножечко не понравился звук, но в целом, мне вообще очень радует, господи, что у нас в стране есть такие люди, которые сами пишут о себе. И здорово! Скажи, ей удастся построить самостоятельную карьеру вот вне группы? На любом. На любом. Продовживши тему твоего имени, я хотел бы дізнаться, Чи знаешь ты, что в тебе є дуже багато відомых тезок? Я знаю только об отце ГИТ. Не-не-не, це трошки не формат нашої передачи. Насправді, давай мы тобі ще кілька альтернатив. Есть французська художниця Алоиз. Так. Но она тоже взяла себе мужское имя. Больше не знаю. Сейчас Алоиз синхронизирується з гуглом, і там такой поисковик Алоиз. Насправді, вона на тебе ревнялася, побачила, блин, така класна співачка, треба і собі взяти такий псевдоним. У нас є ще кілька кандидатур. Честно, вони ще більш известні, чем вот та писательница. Подивимо, чи ти їх пізнаєш, вага на екран. Та-дам! Как ти думаєш, хто це? Та-дам, я шепнула. Ну, версии. Сегодня твой костюм как нельзя, кстати. Посмотрите на цвет моих волос. Как я могу знать, кто? Ну, посмотри. Не стыдно. Саме так, саме так. Папа. Папа. Чей папа? Римский. Папа римский, правильно. А зовут его? Алоиз? Алоиз Ратцингер, представляєш себе? Класс! Здорово. Так, не поєт он? Ну, класс, я не знала, на самом деле. Пожалуйста. Ну, такого тезку. Будеш мати, тепер чим тишитеся і пошелись. Його звати Йозеф Алоиз. Так, поїхали далі. Подивимось, чи ти впізнаєш цього персонажа. Он тебе знає. Споглядай шкільну літературу. Це вже перша підказка пішла. А в шкільной літературі фігурювала це іння где-то? Да, 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 да. Я що-то прогуляла, да? Це не твоя учительница англійського, Любовь Івановна, нет. Це... Маргарита? Знаємтеся, Алоиз. Це Алоизий Магарыч. Посмотри, що у нього в руках. Магарыч несет тебе, понимаєш? Здорово. Так, і третій персонаж, який теж известен як Тєзка. Та-дам! Ну, що скажеш? Я знаю, що ти в шоці, ми всі трошки були в шоці, коли дізналася. Арнольд Алоиз Шварценеггер. Представляєш? Шикарно. Мама так назвала. Шикарно. Слушай, Шварценеггер – твой Тєзка. Говорят, що тебе присущі мужські качіства. Уси ти вже у нас сьогодні в гостях примерила. Да. А вот интересно, правда ли, що і твой знак зодіака говорить о твоєму мужському начале? Віси? Да. Вряд ли. Скорее о якому-то андрогинному, да? Да, ну о такому спокійному, да-да-да? Ну, як тебе сказати? Неспокійно. У мене, как вот люди, которые со мною близко общались или общаются, вони кажуть, що я похожа на американські горки. То есть я сейчас радуюсь, через минуту я вже плачу. В крайності в крайності. Да, да. Ми виявили, що, якщо связано з гороскопом означає твое імя, Алоіс, і сейчас готові тебе розшифровати. Ти можеш, як на прийоме, знаєш, у психіатра там розлечися, а ми тебе будемо розповідати. Насправді, так, ну, я особисто не дуже доверяю гороскопам, і я хочу переконатися, чи правда те, що говорить про тебе астрологія і гороскопи і все таке. Да, или це все блеф і не стоїть вірити. Давай ми будемо просто якісь факти наводати, які астрологи вже прожужжали всі вуха, а ти будеш сказати, чи це правда, чи ні, окей? Хорошо? Ну, вот и давай первое. Говорят, что основные черты твоего характера – це спокійство, терпення і уміння ждати. Уміння ждати можна, остальне неправда. Скільки ти готово чекати пацана на побаченні? На свиданні, якщо він опаздаває? Якщо він опаздаває. Полчаса, час, два часа, десять минут. Ну, якщо у мене с собою ноутбук, я можу пару часів посидіти, але якщо є в цьому смысл. Це іще одна чоловіча риса, ало, і зазвичай все буває навпаки. Це тебе мають чекати, це я тебе підказую. Наступного разу він спізнюється на дві хвилини. Кофе, перепрошую. І все, до свидані. Говорят, що ти дуже уперта, постійно доказываєш свою правоту і не вникаєш в суть проблеми. Це правда. Ні, не злина. Чи правда, що ти постійно відчуваєш сексуальний потяг і що твої підвищені лібіда дуже часто призвали до всіляких проблем? Проблем? Ну, скоріше, да. Не то, щоб проблем, но просто, да, я можу заварити какую-то таку кашу сумасшедшую абсолютно. Конечно, це все на почві лібіда, але це я вже потім осознаю, що насправді, можливо, це була і не любов, як я читала, уцветаю. А всього-навсего, якось просто сексуальне влечення. Таке, да, теже буває. Тобто, астрологи, як ми бачимо с вами... Да, все-таки, де-то правы. А кем ти мечтала стати в детство? Якщо шо, якщо шо, повертаючися до соціальних проблем. Ну, конечно же, какой-то без них. Моє номер мистер «Но проблем». Окей. Короче, кажучи, виставок ми робимо такий, що не завжди слід довіряти зіркам. Якщо тільки ця зірка не алоїс. Дякую тобі за дуже щирі твої відповіді. Сама собою, що без подарунка ти не залишишся. Подарунок в студію! Немного, немєтка. Вона мала сісти мені на руку. Вона мала сісти мені на руку, але вона трохи ще ненавчена. А я думаю, що в Тава-Сцентру головне буде. Сейчас ми все объясним. Дело в тому, що ми наблюдаємо в останнє время какую-то непонятну страсть. Манію. Манію к совам. В інтернете, на всіх соціальних страницах везде появляться совы. У тебе даже на брелке в машині я заметил сову маленькую. С чем связано це все? Звитки. Про страсть. Откуда такая любовь к совам? Це тебе. Дякую вам огромне вообще. Я не знаю, откуда эта страсть возникла, но она в какой-то момент возникла і не улетучилась до сих пор. І мені всі прекрасні люди. Дякую вам. Ну, це вже мудрость. Все це знаєте? Ну, мудрость, да. Але просто у нього якась така енергетика, которая, видимо, похожа сейчас на мою енергетику. Кака-то грозна, але все ж полезна птиця. А ти знала, що зі старо-французькою ім'я Алоіс перекладається як мудра? Не знала. Так, що знала ти. Не знала. Немудріно, що тобі подобається сови. А я нагадую вам, щоб видавитися шоу-пин-спесі з кавою на скафетре в одному. І сьогодні в нас в гостях, чарівнах, співачках, колишня вокалістка гурту Гарчица, тепер вже самостійна і самодостатня Алоіс. Алоіс, да, нашла, наконец, на себе друга. Может, он станет твоим мужчиной? Я думаю, що він і станет. Отлично. А ти знаєш, що ми сьогодні задаємо тебе випроси, але є випроси і у мільйонів телезрітелів, які дивляться шоу-пин-спейс. Поєму я предлагаю зараз увагання все своє сосредоточено на екрані. І слушати вопрос. Буває чесно каверзний? Вопроси ми не прослушуємо. Зазвичай, вона таке має є. Так що, геть раді. Але ти мудра, дівчинка, так що я думаю, що тобі вдасться їх всіх обстави. Так, камон. Алоіс, ви зараз як би солистка. Не боїтесь, що не витянете без підтримки старих колег? Конечно, мою голову такі мисли посіщали, але коли я приняла рішення, що я все-таки стартую сольно, я ці мисли прогнала навсегда. Тому що, на самом деле, ну, чого бояться-то? Следніший питання. Алоіс, ні для кого не секрет, що ви любителька ненормативного слівця. Не все одно вам оскверняти, так би мовити, ваш професійний апарат. Це на самом деле просто немного, даже, може бути, невежество наше, общее, що ми не знаємо історію цих слов і той силі, яку вони в себе несуть. Конечно, я не буду там сейчас, да, їх употребляти. Мені, все одно, интересно, якесь твій любимий слово, яке ти чаще всего... Ну, конечно. Третий вопрос, готова слушать? Да, готова. Ви вже дважды снимались в еротических фотосессиях для глянцевых журналів. Скажите, пожалуйста, що це за страсть така, оголять свої прелісти? Очень красиво, дівшка, кстати. Ксадець, вона сама фонумрия, побуватый на старинках эго і плейбоя де власне вже встегла побуватый наша Алоіс. Власне, тебе прийшлось уговарювати, що ты сфотографіровався? Я тебе подзвонилась плейбоя, хочеш на обхаданку реакцію? Плейбой просто прийшли на наш концерт как-то і були очарованы, околдовані. С метро в поле как-то так повенчаны. Вот. Вы прекрасны, кстати, да. І предложили эту идею, да. Но я согласилась, ну, что, видимо, тогда у меня были какие-то амбиції, да, там, вот, облажка, все, вот. І як-то це сумбурно получилось. Я не дуже доволена той фотосесією, которую сделали. Но во второе уже, в эго, как-то мы более основательно подошли к вопросу і к образу. І вот, ну, на самом деле, мне обе фотосесії нравятся, не показывает. Мені і це нравиться теже. Ну, не знаю, такое. Я більше, честно говоря, більше бы этого не делала, хоча, хто його знає. Але ви за ваше два раза це вже тенденцією. Ну, я могу в фейсбуці, например, я иногда выкладываю фото, де я топлюсь. Ну, просто, чтобы весело було. Тобто це заразить вам. Це, щоб на прийом к вамологу не ходить такой, выложила фотографию, все проверили, все порядковося. Ну, да, именно так и проверяет мамолог, здорово ли женщина. По фото. Отлично. Ми знаємо, що це прозвучить трошки дивно выбрати найкраще запитання. Скажемо так, найцікавіше з того, що ти почула. Мені подобався питання девушки про еротичні фотосесії і сама девушка мені, кстати, подобалась. Вона мені теж дуже сподобалась і саме вона отримує чашку Днес кафе, я тільки зараз доп'ю. І ці замечательні уси Алоіс! Попри те, що вона вже розпочала свою сольну кар'єру, старі друзі її продовжують підтримувати. Зустрічайте на сцені MTV Алоіс! Днес кафе, Днес кафе, Днес кафе, Днес кафе, Днес кафе, Продолжение следует...